Добрый день дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я иду в Петер Половина фирмы осталась дома Дело в том, что в нашей семье, скажем так, Петерсонов теперь прибавление Теперь настроя Включилась моя внучка Но она, как и я, хочет быть самостоятельным блогером Что значит хочет быть? Она уже самостоятельная блогер Она завела свой блог Назвала его Даша Петер И приняла участие в кулинарном конкурсе По-моему, называлось кулинарный лагерь Или что-то такое И представьте себе, девочка заняла почетное место Стала лауреатом этого конкурса Одна из 21 ребенка Очень этим гордится Но и я просто хотел вам сообщить об этом приятном для меня известии Что я причем в этом не участвовал Вы знаете, что я отрицательно отношусь к тому, что идет накрутка там Ребята, пройдите, проголосуйте и так далее Это чушь собачья Это ни в коем случае я не буду делать даже для своей внучки Но после того, как она уже, скажем так, достигла своей цели и продолжает делать Мне бы хотелось, чтобы ее поддержали немножко Поддержали в ее начинании Она у меня очень талантливая девочка В плане, она рисует Да, очень хорошо То есть у нее тоже очень замечательные рисунки Это я как мне детка художник говорю Она играет на скрипке Она делает вот видео Она сочиняет про кукол своих Там делает целые сцены Сценарии пишет Делает к ним костюмы И так далее То есть девочка явно талантливая А таланты надо поддерживать Поэтому, если не трудно, сходите Ничего не надо там писать, наверное Но если только понравится сильно Сходите и просто полайкайте Ей будет очень приятно Что ее видео смотрят Что ее видео нравится Ну, естественно, это искренне должно быть Не нравится, не делайте этого Ну, вот, просто в ютубе напишите по-русски Даша Петер И увидите двух маленьких девочков Одна из них тоже варит Кричит Я солю! Я солю! Дожидается в своей очереди Когда посолить Это так смешно и так мило То есть сейчас я вас, ребята Попрошу, конечно Если есть время Есть желание Особенно женщине Кстати, у нее хорошие рецепты Если уже на то пошло Мне она прислала рецепт Лимонада Я сейчас сделаю лимонад По ее рецепту Ну, и может быть Что-нибудь из ее Видео понравится Или вашим детям Покажите им просто-напросто Хорошо? Ну, а цель нашей поездки Сегодня Это Мы поедем с вами За Реквизитом Ну, как всегда Бесплатно Как всегда Забирай не хочу Но это очень интересный Реквизит И У меня на него Большие Как бы Планы Сейчас я, правда По дороге Сначала Заеду В свой магазинчик Любимый Реви Или поеду В Лидл Наверное, поеду в Лидл Педешевле будет Чуть-чуть Сэкономлю Вот А после этого Мы тронемся Именно туда Где Этот самый Реквизит Нас дожидает В 14.30 Сейчас 4.04 У нас 25 минут На закупку Ну, остальное Уже Там на месте Так Ну, и так Я закупился Я продуктами Затарился На недельку Если спросите Сколько мне надо На недельку Ну, чтобы нормально Питаться Без экономии Особой То Где-то У меня уходит 30 35 евро На недельку Это Не много И не мало Средненько Так 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 Хорошо Слева Никого Мы продолжим Нашу Поездку Тут совсем Недалеко Вы заметили Наверное Ребята Что я Три или четыре Дня Не появлялся В эфире Ну, это Есть объяснение У нас Опять Начались Дождички То есть То есть У нас Как бы Два дня Нормально И два дня Опять Какая-то Ерундеть Поэтому Я что-то Подумал Подумал Думаю Надо Переждать Вот Сегодня Нормальный День Ну Едем Мы с вами Забирать Такую вещь Которая Мне потом Пригодится На даче А сейчас Она Пригодится Мне для того Чтобы Исполнить Одну идею Привести Ее В исполнение Так Куда Сюда Потом Направо Так А 14.35 Нормально Мы с вами Хорошо Как раз Успеваем То есть Сказано было Что я Возле подъезда Поставлю Ну да Чтобы Заразили Коронавирусом Наверное Мне все равно Так Значит Направо И буквально Сколько тут 400 метров Так 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 Бежим 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 Так Ага Успеваем Хе-хе-хе Такая смешная Какая-то Вот Здесь В этом районе Здесь Вот Вот он Реал Шули Ну то есть Я наверное Вам рассказывал Что В Германии Пока Еще Держится Эта система Хауптшуле Начальная школа Потом Реаль Ну это Типа так Средненькая И гимназия Откуда уже Народ может поступать В институты Беспрепятственно Если Хорошая Оценка То Брать Так Он У нас Ведет 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 И говорит Что Вот 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 Ну и как Всегда Начинается Квест Называется Попробуй Меня Найди Так Где-то Близко Уже Я подозреваю 17 А вот 15 Должно быть Должно быть 15 Давайте Посмотрим Сейчас Быстренько Так Я надеюсь Вы увидели Это Флексиглазовые Подставочки Ну Видать У народа Был Магазин Где Они Что-то Выставляли Обычно Подставки Под часы Там Еще Ставятся Такие Пластмасски Кругленькие Где они Крепятся Или Мелкие Какие-то Ювелирные Изделия Ну То есть Вещь В хозяйстве Нужная Тем более Что много Места Она не займет Она разбирается И Я хочу С помощью Так Как отсюда Выбраться Давайте Теперь Выберись Попробую Так А Отсюда Наверное Я хочу С помощью Этих Подставочек Кое-что Пофотографировать Как бы Делать Делать Разные Уровни Я себе Так Планирую Делать Разные Уровни И ставить Туда Не часы А Допустим Рюмочки Хорошие Наполненные Там Какой-то Водичкой И так Далее И освещать И освещать Скажем Таким Радужным Светом И это Все Должно Играть И это Должно Все Как бы Выглядеть Очень Симпатично Так что Я думаю Что я Не зря Сюда Съездил И вас Заодно Свозил Так Гешвистер Шол Шуля Тут еще Гешвистер Так Реаль Шуля Это тут Еще Одна Школа Ого Господи Тут По-моему Наша Девочка Кара Учится Завтра Еще Будет Нормальная Погода Я посмотрю Где Фотографировать Буду Так Поехали Поехали Вот так Как бы Тут Все равно Все дороги Ведут в Рим Куда не поедешь Все равно На автоцентр Приедешь Здесь мы с вами были Дрова загружали Так И поехали Так что Не знаю Завтра Как Или же Я Захочу Попробовать Вот эти Моё приобретение И пофотографировать Там Ну Или же Я буду Фотографировать Дома В темноте Вот Вот это Наш Пригород В основном Частные Дома Симпатичные Такие Народ живет И радуется Ну Правда И платят За это Мама Не балуйся Берут Кредиты Ну Что я вам Рассказываю У вас То же самое Так Теперь мы Куда едем Теперь мы Едем Домой А домой Это значит Нальнево Вот Вот Сюда Вот Вот Так Здесь у нас 50 И Поехали 50 Завтра у нас первое, по-моему, число, заехать за пивом. Мы с женой обычно отмечаем получение моей пенсии. Хе-хе-хе-хе-хе. А ну до завтра я выпью обязательно, а посему нет, завтра поеду за пивом. Сейчас не буду тверез быть. Так, ну вот мы и приехали, в общем-то, в город. Вы уже, наверное, хорошо ориентируетесь у меня здесь, да? Так, ну-ля. Он же маленький, в принципе, городочек. Я думаю, должны его уже сдать, как я, наверное, мы с вами уже столько раз проезжали-заезжали. Это хорошо, что люди не выбрасывают, ну, во всяком случае, не сразу, а думают о том, что может кому-то пригодиться. Дело в том, что тут, ну как, ты ничего за это не получаешь практически. Ну, ты должен сфотографировать это дело, да? Должен поставить, дать объявление поставить, вот по-немецки, дать объявление. Ну, видать, вот эта вот хозяйственность, нежелание ничего выбрасывать, и в то же время, как бы, дом-то не резиновый, все не сохранишь. Ну, и вот их толкает на то, что, чтобы можно было кого-то другого порадовать. А ну, как раз я вот выискиваю такое что-то. Дело в том, что потом я смогу их у себя, допустим, на даче использовать в качестве подставок под небольшие горшочки, которыми я хочу свое время, значит, оформить. Или же я могу небольшие свои произведения в стиле стимпанка тоже ставить, таким образом увеличить возможность выставочных. Ну, и может быть, когда-нибудь я решусь на выставку здесь, в Летткирхене, когда пройдет этот бракобесие с коронавирусом. Тогда мне эти тоже штуки пригодятся. Ну, а пока едем домой. Сейчас я вам сделаю маленькое видео о том, как мы съездили и стегласовые подставки набрали. Тут же можно укорачивать, сделать этажерное и так далее. То есть, по всем параметрам хорошая штука, и поэтому действительно жалко выбрасывать. Так. Ну, до следующего видео по фотографии, то есть я там тоже буду проводить эксперимент, для меня новый, буду пробовать, обязательно вам покажу. Ну, от вас просьба, все-таки прислушайтесь к тому, что я сказал до того, это я имею в виду насчет третьего члена нашего Петерсоновского клуба. И с Дашей немножечко можете пообщаться. Я дам ссылку потом внизу, чтобы вам удобнее было, если кому-то захочется. Хорошо? Ну вот, всего доброго, дорогие друзья. Мы подъехали. Пока. Пока.